Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с налоговыми последствиями по НДФЛ при объединении квартир. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик имел несколько квартир и объединил их в одну квартиру. Соответственно, возник вопрос, с какого момента налогоплательщику следует исчислять срок владения квартирой в целях освобождения доходов от продажи этой квартиры от НДФЛ. Рассматривая данный вопрос, Минфин со ссылкой на положение, связанное с регистрацией недвижимости, указывает на то, что при объединении квартир право собственности на исходные квартиры фактически не прекращается. А это и означает, что срок владения новой квартирой следует исчислять с даты приобретения первоначальных квартир, из которых, собственно говоря, получилась одна единая квартира. Вообще следует заметить, что эта позиция Минфина не новая, она уже высказывалась. И, например, такая позиция была еще в письме 2017 года. В письме 2017 года еще было интересно то, что квартиры, которые объединялись, они были приобретены в разное время. И Минфин в данном письме уточнил, что срок владения нужно исчислять с даты приобретения той квартиры, которая приобреталась позднее. Вообще позиция Минфина по данному вопросу, как я понимаю, основана на практике Верховного суда, а именно на определении еще 2016 года, в котором было также указано о том, что при объединении квартир право собственности на исходные квартиры не прекращается. А значит и срок владения должен исчисляться не с момента объединения квартир, а с момента приобретения первоначальных квартир, которые, в общем-то, и послужили составными частями новой квартиры. Здесь на самом деле интересно то, что, например, применительно к земельным участкам как суды, так и Минфин исходят уже из другого подхода. Минфин и Верховные суды считают, что при объединении либо разделении земельных участков уже возникают новые объекты, и, соответственно, исчислять срок владения соответствующими земельными участками необходимо либо с момента разделения, либо с момента объединения соответствующих земельных участков. Таким образом, налогоплательщикам, которые объединяют квартиры, необходимо принять во внимание данное разъяснение в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.